друзья всем привет зимой делал полусухую стяжку в доме и обязательно на стяжках делают деформационные швы для того чтобы стяжка не трескалась где попало во время температурных перепадов и в процессе высыхания это как дополнение к демпферной ленте соответственно заполнять швы рекомендуется герметиком так как он позволяет полусухой стяжки свободно двигаться в горизонтальном и вертикальном направлении надо понимать что там совсем небольшое движение но она может быть вместо герметика я буду использовать эластичную гидроизоляцию циризит цел 51 так как запасы и хорошо мне необходимо будет загидроизолировать кухонную зону есть даже специальные манжеты на водорозетке также нужно будет загидроизолировать санузел пол и стены в углах также будут применены манжеты напомню дом каркасный пол будет теплый по всему дому поэтому плиточный клей тоже должен иметь некоторую эластичность и поэтому взял вот такой говорят он один из лучших но данное видео о другом появилась необходимость замазать деформационные швы так как там постоянно скапливается мусор саморезы и прочее буду замазывать гидроизоляцией попробовал делать это шпателем но есть проблемы по заполняемости и скорости шов надо наполнять сгоркой так как гидроизоляция сохнет и шов становится пустым то есть надо проходить несколько раз в общем решил сделать удобную универсальную приспособу за 200 рублей поможет в подобных ситуациях и так приступим понадобится вот такой переход со 110 на 50 канализационную трубу с 50 заглушкой также понадобится маленький кусочек 20 полипропиленовой трубы и сверло на 13 миллиметров в данный момент в кадре сверло на 12 миллиметров с ним ничего не получилось позже нашел на 13 миллиметров и заменил отмечаем сантиметров 20 и отрезаем на переходе делаем две отметки друг напротив друга и сначала сверлим небольшое отверстие а затем рассверливаем его до 20 миллиметров ступенчатым сверлом снимаем заглушку и немного расширяем отверстие в ней как на видео затем вставляем в заглушку полипропиленовую трубу и размечаем примерный прямоугольник внутри заглушки это та часть которую надо убрать или точнее вырезать из трубы делать это буду болгаркой лишние наплывы срезаю ножом теперь вставляю заглушку переход и в этот переход вставляю трубку прорезью вверх от старого тубуса от герметика откручиваю носик и с запасом чуть больше внутреннего диаметра полипропиленовой трубы отрезаю делаю надрезы в носике и вставляю его в трубку проклеиваю стыки супер клеем с обратной стороны вставляют сверло и приклеиваю шайбу такого же внутреннего диаметра что и внутренний диаметр трубки накручиваем защитный колпачок и идем тестировать для этого вставляем сверло в дрель и вставляем в трубку ах да надо же сначала чем-то наполнить но я делал приспособление в данный момент для заделки швов гидроизоляции ей и наполняем нашу приспособу включаем дрель на реверс и ничего не происходит как я говорил выше сверло неподходящее надо на 13 миллиметров так как внутренний диаметр полипропиленовой трубы 13 2 миллиметра надо чтобы сверло сидел как можно плотнее нашел вот такое спиральное она еще лучше пробуем теперь все отлично работает швы отлично заполняются и делается с небольшой горкой для усушки что могу сказать при способа рабочая я думал что будет как-то выскакивать сверло но видимо за счет вязкости материалов при способе сверло вообще сидит очень плотно получился можно сказать заводской вариант за 10 минут не забывая перед заполнением швов убрать оттуда весь мусор и продолжаю работу получается все очень быстро удобно и качественно приспособа достаточно универсальная не занимает много места легко моется а сверло потом используется по прямому назначению так что друзья всем советую если видео понравилось то ставьте лайк и пишите комменты как вам такая приспособа думаю уже до меня кто-то делал такое но особо нигде я не встречал а штука реально полезны те кто не подписан на канал подписывайтесь и подписывайтесь на канал в telegram там тоже много чего интересного всем спасибо за просмотр и до новых встреч